Котик, плачьте, котики, скачите, чурка, коньяк, кто ж ты? А вы тебя слышите? Было страшно выходить из дома, люди вообще приспеть, типа, почему брядка участвуют в конкурсе красоты в Санкт-Петербурге? Я человек, я не обезьяна, как ты сказала, понятно? Человек, типа? Да, типа того, прикинь. Даже когда были периоды экзаменов, действительно, некоторым девочкам приходилось пропускать экзамены, потому что у них была очень яркая кавказская внешность, и они боялись, как бы, выходить из дома. Чмод, чурка, чурка-то грёбанная, откуда ты приперлась? Пожилые люди, я для них чурка, для более помоложе я там негр. Когда он сказал, что мы буряты, женщина ответила, что ей всё равно буряты, котяты и несколько очень таких матершинных слов. Она сказала мне, извини меня, я поспорила с мужем, смогу ли я облить тебя алкоголем? Я такой, серьезно, это абсолютная дикость. Всем привет! Одна из самых актуальных проблем в нашей стране – бытовой расизм. Мы все знаем, что людей, которые приезжают с территории Кавказа, в основном называют чурками, отправляют их к себе домой. Людей, которые приезжают из регионов России, типа Бурятия, отправляют в Китай, называют их китайозами. И это как бы практика стандартно воспринимается всеми, как, ну, что ты придаешь этому значение, не обращай внимания, и всё в порядке. На самом деле это бытовой расизм. Наша страна ведет войну в Украине, изначально объявив своей целью деноцификацию Украины, говоря о том, что притесняют русский язык и так далее. Но на самом деле в нашей собственной стране является колоссальной проблемой. Бытовой расизм распространен настолько широко, что люди, которые сталкиваются с бытовым расизмом, когда они пытаются это объяснить всему миру, услышат, а чего вы хотели? Уезжайте в свой Чуркистан. Явно не в Москве родили. Успокойтесь. Сколько лет? Вы взрослая женщина. Зачем? Как вы себе такое позволяете? Конечно. Чурки понадел. Еще раз увижу. Подъезд. Это Москва. Две женщины нападают на девушек азиатской внешности, заявляя, что те привозят сюда заразу. Это только один из таких адских примеров, которые мы с вами можем наблюдать, просто повернув голову влево и вправо. Я не у тебя в гостях. Я у себя дома. А это Воронеж. И здесь женщина с криками «Уезжайте в свой Чуркистан!» непонятно куда выгоняет девушек, приехавших с Кавказа. Кавказ, напомню, республики Кавказа. Это территория Российской Федерации. И девушка с Кавказа – это гражданки Российской Федерации. Хочете, плачьте, хочется, скачите. Хочете, хочется, делайте. А я еще чурка. Хочете? Чурка, чурка, коньяк. А вы себя слышите, как вы разговариваете на русском языке? Не хочете, а хотите. Вы себя вообще слышите, как вы разговариваете на русском языке? Если вы мне говорите, что я чурка. Я бурятка. Я приехала с Байкала. Я коренной житель Байкала. Ну и нахуй мне твой Байкал нужен. А я вот приехала сюда отдыхать. Я хочу где и езжу по своей стране, по своей родине. Кто сказал, что мне нельзя ездить по своей родине? Я езжу. А это опять столица. И в этом видео бабушка не желает делить лавку с девушкой из Бурятии. Бурятия – это тоже территория Российской Федерации. Бурятка – это гражданка Российской Федерации. Как вы видите, колоссальное количество ксенофобских высказываний, негативного отношения, бытового расизма – это норма фактически в нашей стране. Но нормой это быть не должно. И в принципе не важно, где вы проживаете. Это абсолютно не важно. Бытовой расизм есть и везде. И с ним сталкиваются очень и очень многие люди. Когда я училась в МГА имени Кутафина, когда я, собственно, получала свое образование как юристка, в моей группе большинство людей были выходцами из Кавказа. Каждый раз, когда они хотели устроиться на работу, они слышали, ну какой вы экономист, ну какой вам банк, вам, пожалуйста, в охрану. Очень часто также, когда мы разговариваем про бытовой расизм, про ксенофобию и встречаем людей, опять же, с Кавказа, мы слышим, как они, усмехаясь, говорят, ну да, конечно, мы тут тоже черномазы и тоже для всех чурки. Вот такое негативное отношение формирует в том числе ненависть всех ко всем. Потому что возникает ощущение, что есть какие-то канонически выглядящие люди, и есть не канонически, хотя напомню, что наша страна догнациональна. Идея нацификация нужна нашей собственной стране. Всем здравствуйте, меня зовут Стелла, я живу в городе Санкт-Петербург, и с самого детства я сталкиваюсь с бытовым расизмом. Самое, наверное, главное, хочу сказать, что надо объяснять, наверное, еще со школы, что вообще Россия многонациональная страна, и здесь живет много разных людей. И если этот человек не похож на тебя, это не значит, что он какой-то плохой или какой-то не такой, и поэтому надо в него тыкать пальцем, как-то обзывать. Если с детства будут учить этому, то, я думаю, будет намного меньше таких ситуаций, как, допустим, произошло со мной, да, вот эта нашумевшая история. Тогда люди будут более терпимы, более добры, и вообще мир станет более толерантным и добрым. Не дам. Дайте мне выйти. Да. А почему? Потому что. Почему, интересно? Почему? Почему? Я вообще к ней не лезу. Вы лезете ко мне. Спасибо, что... Спасибо, да. Спасибо вам, что хоть кто-то обрабатывает внимание. Вы сидели там, я от вас отсела. Мне неприятно. Я хочу... Это местность есть, и что, тоже человек? Кто человек? Я человек, я не обезьяна, как ты сказал, дорогой мой. Я не обезьяна, понятно? Человек, типа? Да, типа того, прикинь. У меня было очень хорошее настроение, потому что я узнала, что мой дядя купил мне билеты в Руанду, и я первый раз поеду туда, у меня было очень, прям, суперпозитивно. Это еще плюс у меня день рождения, там, должен был быть буквально через неделю-две. Я поехала к себе домой, села в свой автобус, и так получилось, что я была прям занята в телефоне, и села, получается, прямо позади него, как назло. Да он с кем-то по телефону разговаривал очень громко, но я особо не обращала внимания, потому что я была все в внимании телефона. Вот он резко повернулся, сначала один рассказал, типа, обезьяна, давай сфоткаю, типа, жене отправлю, сфоткаемся, сфоткаемся. Я, ну, вежливо ему говорила нет. Сначала вообще не обращала внимания, а потом просто, ну, сказала нет и отсела от него. На тот момент в автобусе было не очень много людей, человек, наверное, семь. Ну, я в итоге села на свободное место, он встал и подсел ко мне. Продолжил все вот эти оскорбления, как обычно, вот эти обезьяна, ты давай сфоткаемся, ну, на что я назло достала телефон и так же в ответ начала его снимать. На самом деле я не ожидала такой реакции, что, ну, я выложила это в сеть. Была на очень сильных таких эмоциях, меня все трясло, когда я уже вышла из автобуса. Я быстро настрочила этот текст, выложила, и долгое время не заходила в интернет, и когда увидела, что там куча сообщений, куча репостов этого видео, я была очень так... Сначала, знаете, приятно удивлена, потом меня это очень сильно напугало, потому что я там упомянула, да, слова о том, что вот в России тоже есть националисты, мы почему-то с ними борются там в Украине, как бы вот так вот. И я подумала, ну, все, сама себе начала копать ям. Но в итоге меня что-то порадовало. Спасибо, наверное, СМИ, и вам большое спасибо. Если бы не такая большая огласка, я думаю, как бы полиция сама бы не заинтересовалась, то есть они сами мне позвонили. Я не планировала прям так идти и писать на него заявление. Вы, когда вот это все рассказывали, упомянули слово «обычно», как обычно. То есть почему «как обычно»? Часто ли такое происходит с вами? Такое я не могу сказать, что прям каждый день, но довольно-таки часто. То есть я, например, даже просто могу там с той же собакой идти гулять и идти мимо какой-нибудь школы. Ну и дети, подростки могут с них лет кричать там «нигер». Ну, пожилые люди, я для них чурка, для более помоложе я там «нигер». Ну и как бы обычно такие обзывательства, ну и там «обезьяна». Ну как бы я к такому, ну как все говорят, не обращаю внимания. И это, наверное, единственный случай, когда я просто достала телефон и решила это зафиксировать, потому что у меня довольно-таки много знакомых ребят, близких друзей русских, которые говорят, «Блин, Стелл, ну ты преувеличиваешь, у нас этого нет». Я с этим никогда не сталкивался. Я думаю, ну как бы, ребят, логично, что ты с этим не сталкивался. Ты живешь в своей стране, ты такой, как все. Понятно, сделаешь, что к тебе не будет никаких претензий. А что вообще внутри у вас происходит, когда вот это случается? То есть это страх, это боль, это разочарование, это ощущение небезопасности. То есть какое вот превалирующее чувство? Даже не страх, нет. Скорее разочарование, обида, то, что я выросла в этой стране, у меня бабушка русская, она меня воспитала, то есть я полностью выросла на русских традициях, на русских сказках. Я понимаю, что я всегда буду чужой, потому что я не такого цвета кожи. Но кто со мной там дружит и знает меня хорошо, они всегда говорят, блин, у тебя менталитет чисто русский, вот ты такая, пошутишь или там пословицы там можешь сказать. Вот, то есть у людей, когда они со мной общаются, как-то меняется мнение, они такие, ну, стол, да ты наша. Вы знаете, вот из этой серии начинается. И я помню, когда был случай, мы думали там снимать квартиру, ну, я парню говорю, у тебя две проблемы, это я и собака. Когда я участвовала в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург» в 2014 году, тоже столкнулась с хейтом и дискриминацией, потому что я как бы лидировала в народном голосовании, и у людей просто подгорело, мягко говоря. Тоже начали, в общем-то, всяко-разно меня оскорблять, требовать окунуть меня в унитаз. Ну, я еще просто выступала против оккупации Крыма и против Путина, и, ну, еще плюс к этому был политический как бы хейт. Было страшно выходить из дома, потому что были угрозы вплоть до смерти, и люди вообще, в принципе, типа, почему брядка участвуют в конкурсе «Грозоты» в Санкт-Петербурге. Но ты сама из Бурятии. Да, я из Бурятии, да, здесь, и я в 17 лет после школы поехала поступать в Санкт-Петербург, вот у меня был выбор между Москвой и Санкт-Петербургом, и я была в Москве до этого два раза на конференции Вернацкого в 7-9 классе, и я поняла на себе вот это, будучи ребенком, я ощутила, и подумала, что, ну, наверное, в Питере все-таки такого не будет, это культурная столица, я там меньше столкнусь с расизмом, я выбрала Санкт-Петербург, ну, это, конечно же, было не так, мы сразу практически поняли тоже на себе все это, каково быть нерусским, то есть начиная там со взглядов, заканчивая там «нихао», могу сказать, могут там нагрубить или «уступи место, потому что ты нерусская». Ну, в общем, полный набор всего. Всем привет, меня зовут Алексей Ким, мне 32 года, я живу в городе Нью-Йорк, США, сам я родом из республики Бурятия, небольшого села под названием Крэн, Кункинский район. Мой опыт столкновения с бытовым расизмом очень богатый, широкий. Я прожил в Москве с 2012 года по 2018 год, и это, наверное, были самые насыщенные годы жизни, в которых присутствовал бытовой расизм. Все началось с того, когда я прилетел в аэропорт Шереметьево. Я первый раз прилетел в Москву и почувствовал на себе очень пристальное внимание работников аэропорта, сотрудников полиции, которые находились там. И когда меня досматривали уже в какое-то, я не знаю, бесчисленное количество раз в один и тот же день, учитывая то, что я просто хотел выйти из аэропорта и поехать уже, куда мне нужно было поехать, у меня случился такой очень интересный разговор с сотрудником полиции, который явно намекал на то, что у меня могут быть какие-то запрещенные вещества, предметы и так далее. На тот момент я, конечно, не отдавал себе отчет и не понимал, что такое может происходить, так как я первый раз выехал за пределы республики и сослался на то, что, ну, наверное, люди делают свою работу, он просто вот такой грубый человек. Пока я добирался до города, просто какое-то совершенно, наверное, бескураживающее отношение людей в общественном транспорте, какие-то взгляды, фырканье от людей, очень какое-то большое количество негатива от женщин, почему-то я был очень удивлен этому. И следующий момент был, когда я остановился у... Я и моя подруга из Бурятии также остановились у нашего друга в районе станции метронного косино. И мы не могли найти тогда себе жилье по очень интересным причинам, потому что мы выяснили, что в Москве не сдают квартиру людям неславянской внешности. И это было просто, конечно, открытием для нас большим. И пока мы искали жилье, мы остановились у нашего друга. И в какой-то из дней к нам постучалась соседка нашего друга. Закатило какой-то совершенно безумный скандал по поводу того, что он приводит каких-то непонятных людей к себе в квартиру, что она нажалуется хозяину квартиры. На попытке моего друга объяснить, что мы его друзья, что мы из Бурятии, из России, женщина ответила, что ей все равно буряты, котяты и несколько очень таких матершинных слов. Мы закончили с ней разговоры и, соответственно, решили не подводить нашего друга и съехали в другое место. Вот так вот мы узнали, что в столице нашей страны многонациональной они сдают квартиру люди неславянской наружности. Дальше была ситуация совершенно патовая, когда я договорился о просмотре квартиры. Все было хорошо, хозяйка квартиры подтвердила встречу. И когда я приехал, поднимался по лестнице, увидел, что дверь открывается, оттуда вышла женщина, как я понял, это была хозяйка квартиры, и она начала спрашивать у меня, а вы куда, молодой человек? Я говорю, я по объявлению, что квартира сдается, хотел посмотреть квартиру и так далее. На что хозяйка квартиры мне сказала, что, вы знаете, я уже договорилась с человеком, он вот с минуты на минуту должен прийти, его зовут Алексей. Я не смогу вам показать, вы, наверное, вот идите. На что я сказал ей, что, скорее всего, вы договаривались со мной, так как меня зовут Алексей, и я разговаривал с кем-то по телефону, и я полагаю, что это вы. Женщина изменилась в лице, и она, конечно, показала мне квартиру, но совершенно с очевидным нежеланием сдавать ее. мне говорила, что здесь очень плохо, что соседи ужасные и так далее. Я, конечно, даю ей кредит за то, что она не грубила напрямую, но тем не менее было очевидно, что она не хочет не сдавать свою квартиру, потому что я не выгляжу как славянин. Дальше была очень интересная ситуация, когда я работал в одном из ресторанов Москвы официантом, и у меня состоялся разговор с одним из посетителей. На вид совершенно интеллигентный мужчина, очень хорошо одет, правильная, красивая речь, и я предположил, что высшее образование у человека точно есть. В разговоре с ним он поинтересовался, откуда я родом, я ему сказал, что я из республики Бурятия, на что он мне сказал, что очень жаль, что республика Бурятия решила выйти из состава Советского Союза, и вообще вот, если бы, конечно, Бурятия сейчас была бы с Россией, я бы не стоял и, собственно, не обслуживал его в ресторане. Всем привет! Меня зовут Зарина Саутиева, я работаю в правозащитной организации, являюсь ингушкой по национальности, родилась и выросла в республике Ингушетия, видела своими глазами то, что происходило во время Второй Чеченской войны. Считаю, что тот разговор, который мы сейчас будем вести, является очень важным для нашего будущего, будущего малочисленных народов Российской Федерации. Расскажи, как на протяжении уже сейчас года у нас будет год войны, на протяжении всего этого года, когда государство провозглашает за счет геноцификации вот этот русский мир, господи, простите, никто не объясняет, что это такое, очевидно, что это что-то жуткое, ужасное, кровавое. Государство, значит, это все объявляет, люди рвут на себе рубахи, говорят, да, мы за Родину, это наша страна и так далее. Вот это наша страна, вот что она делает в сфере бытового расизма в течение всего года войны? Он ничего не делает, ну то есть... Не улучшается и не ухудшается. Или ухудшается? Ну то есть ситуация на том же уровне сохраняется. Единственное, апеллируя какими-то, не знаю, религиозными, культурными моментами, наоборот, отправляют вот этих жителей из числа коренных народов, да, из числа малочисленных народов воевать в Украину. Ну то есть наоборот устраивая этноцит этих народов. Давай объясним, что такое этноцит. Это целенаправленная политика по уничтожению определенного народа, то есть пользуясь разными методами. Тут метод вполне очевидный. То есть берегут как-то жителей Москвы, да, берегут как бы жителей больших городов, жителей бедных регионов, таких как Бурятия, Тыва или Дагестан, отправляют пачками умирать. То есть даже если проследить динамику по количеству смертей, да, на там определенное количество населения, то лидируют в национальной республике по количеству смертей. Тут наоборот апеллируют как раз таки национальными идеями, давят на национальную гордость и так далее, что мы защищаем родину, вот именно такую родину. Такую родину, в которой есть бытовая Россия. Да, и к сожалению, некоторые люди как бы на эту пропаганду ведутся. С одной стороны, я понимаю, что многие люди не особо-то понимают про свои права и обязанности. Да, и они не особо понимают, как можно сопротивляться тому, что там его забирают, человека забирают, да, на войну. Но есть ребята, которые добровольно идут ровно потому, что им кушать нечего, а денег заработать негде. И тут тебе вариант предлагают, что ты будешь зарабатывать там минимум 100 тысяч рублей в месяц. Главное немножко повоевать, а потом вернуться домой. Плюс какие-то выплаты там и так далее. Ну и плюс поддержка семей мобилизованных. Для меня смешная поддержка, которая много о чем говорит про Россию. Я недавно писала об этом. В Бурятии раздают дрова семям мобилизованных. В Тыве раздают баранов. Вот в Ингушетии и в Дагестане, я видела, раздают продуктовые пакеты, которые там включают в себя, там, не знаю, сетку лука, пару пачек крупа, муку или там еще что-нибудь. Да, в Дагестане лук очень актуальен. Особенно за то, что посылают людей убивать других людей и самим умирать. Скажи мне, вот ты мне рассказывала про историю, когда ты училась в Санкт-Петербурге, когда были эти русские марши, что девушки из Дагестана, из Чечни, из Ингушетии, они боялись даже ходить по улицам. Период, когда я училась в Санкт-Петербурге, ты действительно могла видеть людей с битами, готовых там, не знаю, драться и бить тех, кто не похож на них. Даже когда были периоды экзаменов, действительно некоторым девочкам приходилось пропускать экзамены, потому что у них была очень яркая кавказская внешность, и они боялись как бы выходить из дома именно поэтому. И мне даже девочки говорили, что тебе повезло, что по тебе нельзя угадать, что ты из Кавказа, да. Ну, я спокойно ездила на экзамены. Ну, вот девочкам приходилось скрываться. С точки зрения бетового расизма, значит, давай подумаем, если совершается преступление. Ну, оно совершилось, я не знаю, в районе Якиманки, например. И в этом районе где-то рядом оказались буряты, люди из Татарстана, люди из Республики Кавказа. Значит, кто первый будет попадать под подозрения? Тут я не могу сказать. Ну, в большинстве своем это кавказцы, потому что российская пропаганда создала образ кавказца как человека, который только и умеет что грабить и убивать. Под подозрения сразу попадут кавказцы. Ну, мы знаем, тут даже Папа Римский высказался. Вот тоже расскажи, что ты думаешь по этому поводу. Да, Папа Римский в одном из своих интервью сказал, что жестокости как раз-таки в Украине совершают русские, которые не принадлежат русской культуре. То есть не православные россияне. Да, да, да. И перечислил, да, он назвал чеченцев бурят и так далее. И так далее я подразумеваю всех нас, кто не из числа русской культуры. Я сама лично написала в Инстаграм Папе Римскому, требуя извинений за эти его слова. Но чуть позже он фонд свободной бурятия освещал этот момент очень сильно, очень активно. Но в итоге Папа Римский якобы извинился, но он извинился перед МИД Российской Федерацией. То есть Захарова сказала, что он прислал письмо с извинениями. Письмо нам не показали, мы не особо-то знаем, о чем содержание этого письма. Но вроде как бы оно было. То есть он сказал, условно говоря, бурят – боевые дружины Путина, значит, чеченцы, кавказцы вообще в общем. Это тоже кошмар, ужас, но извини, пожалуйста, российский МИД. Что в данной связи ты как человек, которая выросла во время чеченских войн, которая видела эту дискриминацию. Этого и расизм направлен напрямую против тебя был все время. Образ людей из Кавказа, ты права, всегда был очень неоднозначен. Я училась в университете, и у нас девушки, многие, которые приходили закрытые, они сталкивались с проблемами на входе, потому что их культура не позволяет им раздеваться и что-то там показывать, а при этом требовалось показать, что у тебя под одеждой, иначе тебя не пускали, что как бы очень странно. Но вот это все, как оно влияет на твою собственную жизнь, на тебя сейчас? Психологически и морально это очень сильно давит. Система продолжает убивать мой народ и убивать другие малочисленные народы, на войне в том числе, и при этом продолжает к нам внутри страны относиться как к людям второго сорта. И этот образ, он создан давно, к сожалению, его так быстро не поменяешь, потому что даже элементарно те видео, которые попадаются, татарскому депутату звонит русская женщина и говорит, почему наших русских парней отправляют воевать, а вот этих кавказцев, которые на рынке стоят, не отправляют. Все ведь знают, что вот кавказцы как раз-таки будут убивать спокойно, это безозрение совести, а нашим русским мальчикам тяжело это дается. И ты понимаешь, что это среднестатистический россиянин, именно вот взрослые женщины, о которых ты говоришь. И потом ты встречаешь видео, где буквально на днях из Ростовского университета отчислили несколько студентов, ровно потому, что они покрытые. Мы студентки медицинского польжи, Варного, Черкас, улица Михайловская, 164, Ростовская область. Мы студентки второго курса лечебного дела и третьего курса шестинского дела. Учимся мы неплохо, но хорошо. Преподавателями и одногруппниками у нас очень хорошее отношение. Стали нам делать замечания, после того, как мы начали лезть вкладки, было бы нести в руку о том, что мы нарушаем правила тривого распорядка, носим одежду, религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами. И ты сравниваешь речи представителей власти, которые говорят о том, что мы в Украине боремся как раз-таки за наши и ваши ценности, то есть за православные и мусульманские ценности, потому что считают, что они на территории Украины как раз-таки ведут войну с ценностями Запада. А какие у нас ценности Запада? Это ЛГБТ, это феминизм, это все остальное, все, чего боится наша система. Просят муфтиев как раз-таки аргументировать жителям своих мусульманских регионов, что это правильная война, что это там чуть ли не джихад, куда надо действительно идти умирать, что если ты там умираешь, что ты обязательно попадешь в рай, потому что это правильная война. Но при этом ты видишь в то же время, как за эти же ценности, которые якобы умирают эти мусульмане, из университета отчисляют девочек просто за то, что они носят платки. Вика, давай обсудим еще мобилизацию. Вот когда началась мобилизация, первое, что случилось, это этноцид. К малочисленным народам пришли коренным народам, начали просто вытаскивать, чуть ли не по ночам из постели, забирать. В этой связи, как относятся сейчас люди, именно проживающие в этих регионах, к самой войне, к мобилизации, к политике государства. Да, ты права. Вообще ужасно людей просто хватали. Облавы настоящие устраивали в республике Саха, допустим, в северные и дальние районы, куда обычно люди добираются на вертолетах, если нужна медицинская помощь, и им эту медицинскую помощь не предоставляют. За ними прилетали на вертолетах, забирали капушечное мясо на эту мобилизацию. И в Бурятии то же самое было, и в Туве, в Алтайском крае, где алтайцы составляют меньшинство, на кадрах в паблике Азиат Раша, там 90% были одни азиаты, алтайцы мобилизовали. И наш аналитик фонда Мария Вьюшкова провела анализ статистики по мобилизации, выяснил, что у Бурятии было в 4 раза больше шансов быть мобилизованным, чем у русского. То же самое по погибшим, допустим. У национальных республик, конечно, непропорционально огромное количество погибших. И это, конечно же, этноцит коренных народов России. Вот юкагиров осталось полторы тысячи человек, их тоже мобилизовывали. Чулымцев 200, хотя они все имеют право на альтернативную гражданскую службу. Венков, венов тоже не должны вообще мобилизовывать, но их все равно все забирали, и контрактники тоже погибали в венке. Скажи, пожалуйста, насколько важна тема с национальными языками? Мы это с Зариной тоже обсуждали, что национальные языки вообще просто, как будто бы у нас нет национальных языков. У нас есть только один, единственный язык в стране, который называется вообще-то многонациональный. Да, конечно, это важно. Язык — это все. Вот украинцы очень часто об этом говорят, что это сила, это идентичность, это культурная самобытность человека. Все, в принципе, антропологи, историки, ЮНЕСКО, все утверждают, что языки нужно сохранять, оберегать, точно так же, как и здания, да, исторические или ландшафты, потому что это культурное наследие каждого народа. И в советское время, хотя у нас была там многоязычная страна, по сути, это было вообще как бы моно, то есть все хрусифицировали и языки перевели, вот уже припутили факультативы. С урбанизацией, естественно, тоже урбанизация сказалась, в принципе, когда люди из сельских местностей переезжали в города, где все было на русском, делопроизводство, административные дела какие-то, учеба в школе, в университете, все переходилось на русский язык, и постепенно, конечно, очень многие языки в России вымерли из-за этого. Бурятский тоже считается одним из вымирающих языков, потому что у нас тоже это все идет как бы с советского периода, и языки сейчас перевели факультатив, то есть я выросла в городе, но у меня была привилегия, я училась в бурятской школе, где было углубленное изучение языка и литературы, и истории, и культуры нашего народа, и я говорила на бурятском с детства, хотя мои ровесники, все, кто родились в городе, вообще не знали бурятской языка, я помню, я так удивилась, когда встречалась там в Петербурге с земляками, практически никто не говорил на бурятском языке, потому что в школах у них не изучали, либо, ну, так, из-под палки, да, там изучали, потому что очень важно, не только образование важно, также важно еще, чтобы СМИ было на родном языке. Как говорят знающие люди, без языка нет нации, да, то есть для, ну, я точно знаю, что для народов Кавказа очень важно владение своим языком, я думаю, также важно владение своим языком и для малочисленных народов, да, проживающих на территории Сибири, но политика государства сводится к тому, что всех ведут по тому пути, что мы там в ближайшие лет 20 не будем иметь людей, которые говорят на национальных языках даже в регионах, к сожалению. То есть уже я вижу, что дети, которые ходят в детские сады, в школы, в регионах, говорят на чистом русском языке, но не говорят на своем родном языке. То есть когда я ходила в школу, мы еще продолжали использовать родной язык в качестве языка общения, то сейчас этого все меньше и меньше. И плюс государство после того, как в 2018 году поменяло закон об образовании и сделало языки факультативными для изучения, перестали выделяться деньги на изучение языков. И, соответственно, все инициативы, которые я вижу, очень много крутых инициатив по изучению мутского языка, очень много крутых инициатив по изучению ингушского языка. Я просто обожаю, как ингуши переводят известные нам фильмы на ингушский язык. И это очень интересно слушать и смотреть. Но это все низовые инициативы, они идут снизу. Это все инициативы на деньги людей, которые переживают за свой язык и как-то поддерживают такие проекты, которые другие люди пытаются делать. Да, ребята, все хорошо со мной, я успел переодеваться. Вообще ужас, я вообще не понимаю, почему такие люди вообще есть. Это мой первый раз в России. Почему так делала? Она мне сказала, ну, пожалуйста, мы просто поспорили с мужем, если я могу так поступать. Ти Кей, привет. Расскажи о своих ощущениях, когда произошла эта история, когда тебя граждане Российской Федерации облили, ни за что вообще в публичном месте облили пивом. Во-первых, я был шокирован и удивлен. Я вообще не понимал, что со мной происходит. Мне было очень и очень плохо. Люди вокруг смотрели на меня, смеялись и показывали пальцем. Я пытался догнать их и остановить, спросить, зачем они это сделали. Я ведь ничего не делал тебе или кому-либо еще. И как они отреагировали, когда ты с ним пытался коммуницировать? Это очень интересно и забавно. Я побежал за девушкой, потому что она быстро убегала. Я остановил ее и спросил, зачем ты это сделал? Давай вернемся назад, поговорим, за что ты так. Она сказала мне, извини меня, я поспорила с мужем, смогу ли я облить тебя алкоголем? Именно поэтому она вылила на меня пиво, чтобы подтвердить мужу, что она действительно может вылить алкоголь мне в лицо. Я такой, серьезно, это абсолютная дикость. Пока я пытался поговорить с ней, муж издалека кричал на всю улицу, отпусти ее, почему ты держишь мою жену, она тебе ничего не сделала. И люди снаружи подумали, что я приставал к даме. Я такой, ты что, издеваешься? Вы оба сделали это, и ты говоришь, что я домогаюсь до твоей жены. Люди снаружи пытались остановить меня, потому что я был очень зол. Я пытался зайти внутрь и позвать менеджера ресторана, чтобы поговорить с ним о том, что действительно произошло. Я, насколько понимаю, вообще точка общественного питания отговаривали тебя подавать заявление в полицию. Ты в итоге написал заявление, и как полиция на него реагировала на это заявление? Это было на следующий день после случившегося. Я написал заявление в полицию. Мне помог мой друг. Мы поехали в отдел писать заявление. На самом деле, я думаю, что полицейские знали этого парня, потому что он совершил два или три преступления в этом районе. «А, мы знаем этого парня». Я отвечаю, «Если вы его знаете, значит, его не придется искать». «Правильно сделали, мы найдем этого парня, но почему вы пришли сегодня, а не в тот же день?» Я сказал, что так и хотел сделать. Я попросил у менеджера ресторана, чтобы они предоставили мне запись видеонаблюдения и вызвали полицию. «Но мне ответили, не факт, что полиция приедет, так как обидчики уже ушли, а мы компенсируем вам новой едой». Я такой, «Эта ситуация произошла не из-за еды, а из-за того, что мне вылили алкоголь в лицо. А что, если бы это была кислота? Компенсировали бы мое лицо едой. Это несправедливо. Нужна полиция». Но мне ответили, что это пустая трата времени. «Серьезно». И тогда я зашел в социальные сети и рассказал об этой ситуации. Я не знал, что мне делать. «Те случаи, когда есть вообще прямая агрессия, насколько распространены?» «Распостерно». У нас в фонде было видео также про расизм в России. Как раз мы затрагивали убийство. Был известный якутский шахматист, чемпион по шахматам. Мировое его убили в Москве. Бурят был студент. Тоже он поехал туда за визой американской и праздновал с друзьями ее получение. У него должен был уехать учиться сюда. И его зарезали на улице и ничего не украли. И соседка слышала, как что были ксенофобские высказывания. И вот он недополз до квартиры тети несколько метров и умер из текая кровью. Но это не единственный случай. Я когда жила в Питере, постоянно были убийства на ксенофобской почве. И вот Хуршеду, девочку девятилетнюю, зарезали в метро. И у меня с тех пор паника именно в метро заходить. Очень страшно было. И даже когда я приехала в Сан-Франциско, я сначала вообще не понимала, что происходит. Потому что я редко пользовалась здесь общественным транспортом. И у меня всегда просто поднималось волнение, паника. Не могла я дышать. И потом я связала цепочку, откуда у меня это идет. Потому что в Питере я всегда тоже боялась ездить, оглядывала постоянно. Много было случаев. Я вот один из собственных тоже расскажу. Мы праздновали день рождения с друзьями. Ну там были разные народы. Хакасы, якуты, саха, буряты, калмыки были с нами. И мы были в парке Победы, отмечали день рождения. В общем, был такой теплый весенний день. Возвращались уже домой. Просто когда собирается, допустим, или другие народы, то мы автоматически как будто бы какую-то угрозу преподносим. Я не знаю, как это у людей вообще складывается. Но в общем, там были мужчины взрослые, и они вообще просто прикопались к нашей компании и начали драку, заваривалась еще дракой. У нас половина были девушки в компании. Вот там другой побежал из этих нападавших, побежали еще за подмогой кричать на весь парк. Вот наших бьют. Хотя били нас наоборот. Там наши мальчики очень конкретно получили. Одному голову разбили, в общем, там огромные цепи размахивали. Ну, в общем, мы так вот день рождения отметили. И это всегда почему-то, когда мы ходим куда-нибудь вместе, или там я с подругами, допустим, тоже мы помечали какой-то праздник, по-моему, шли возле Марсового поля. Я скажу, селые, нарядные, что-то мы отмечали, я не помню. Еще светло было, где-то часа четыре, по-моему. И просто напротив какой-то парень идет, и он нам кричит ни хао, в общем, такое мы такие просто, у нас настроение упало, мы такие вообще, ну, просто невозможно даже просто пойти погулять, что-то отметить. Одна из форм дискриминации, да, там бывает, когда нас не впускают в заведение, например, очень распространено было, вот, если у тебя в компании есть русский, да, там, то нормально ты зайдешь, а если одни там не русские, то вас уже не впустят в заведение. Ты вообще квалифицируешь происшедшее с тобой как бытовой расизм? Да, определенно да, потому что ты не можешь использовать человеческую жизнь как предмет спора. Нельзя на спор плескать алкоголь человеку в лицо. И типа, если ты это сделал, то ты молодец, а если нет, то ты проиграл. Жизнь не предмет спора. Это неправильно. А это была первая такая ситуация бытового расизма в России по отношению к тебе и, может быть, твоим друзьям. Или ты знаешь, что это в принципе происходит, что есть этот бытовой расизм по отношению вот к иностранцам, особенно в России? Да, это действительно случается. Однажды я поехал выступать во Владикавказ. Я поехал выступать вместе с моей группой. На сцене мы обычно выступаем, танцуем и выходим к зрителям в толпу, чтобы пообщаться. В общем, я общался, веселился, как из ниоткуда появился мужчина и плюнул прямо мне в лицо. Просто в лицо. Я типа, что? Буквально недавно мы сидели с подругой в ресторанчике и рядом сидел мужчина, дагестанец. Потом он уже сказал, что такой, вот, ой, у вас такая интересная внешность. Сказал, я тоже черномазый для русских, я из Дагестана. И как бы, и это, понимаете, это так звучит, как в порядке вещей. Ну, я тоже, я тоже для них черномазый. В этом нет ничего такого. Он как бы в таком еще немножечко шуточной какой-то форме сказал. Я думаю, гордиться нечем. Здесь, в Москве, это как будто никого не волнует. И никто не хочет даже проявлять интерес. Потому что они думают, что когда они придут, присоединятся и помогут, это может принести им какие-то проблемы. Не знаю. Но такое бывает только в России. Даже иногда, когда я в автобусе или в метро, мне кажется, как кто-то снимает меня на телефон. Братан, ты это серьезно? Субтитры сделал DimaTorzok. Вот у нас есть бытовой расизм. О нем никто не говорит. Кстати, такой вопрос, почему о нем не говорят известные люди? Где вот эти все селебритисы и вообще известные политики, например? Ну вообще, почему эта тема считается не особенно значимой? Почему? Бояться, наверное, это все-таки этап тоже нужно пройти, когда ты сначала примешь ситуацию, то есть осознать ее и работать дальше с ним. Многие просто боятся национального вопроса, потому что он просто, расизм этот, ну во всех сферах распространен, скажем так. Я не знаю, почему они не говорят об этом. Честно, мы тоже задаемся этим вопросом. И даже если будет другая система, то нужно будет образовывать население. Как его образовывать? рассказывать про то, что коренные народы, как раз-таки коренные народы этой страны, а мы пришедшие сюда и завоевавшие эти земли люди. То есть такого дискриминационного отношения к коренным народам не должно быть, потому что, наоборот, мы в долгу перед ними, ровно потому, что мы устраивали неоднократно геноцид нескольких народов, которые проживают на территории России. Мы должны, наоборот, быть благодарны из-за того, что они продолжают нам разрешать жить на их территориях. Примерно как в Штатах вели сейчас уроки в школах, где рассказывают про то, как европейцы приехали и поубивали коренные народы, и рассказывают про то, что эта история очень сложная, а в России этого нет. Пять пунктов, что нужно сделать, чтобы страна, понятно, что не при этой системе, не при этом режиме, но чтобы страна действительно была страной многонациональной, чтобы люди жили абсолютно в безопасности, осознавали себя частью страны, а не рабами страны, действительно, не колонизированными народами, которые пачками отправляют умирать. Не только многонациональной, но и многоязычной страной, где умножаются права человека, это просто база, нет дискриминации по расовому признаку, любым другим вообще, никакой дискриминации, расизма. Нужно, конечно, это всё прививать ещё с детства, и опять же, всё это нужно в СМИ, diversity, опять же, что было в кино, в культуре, балет, опера, обучать народ нужно, всё это идёт через СМИ, конечно же, ну и через школу. Опять же, я привожу пример по своей дочке, где мы изучаем историю народов друг друга, историю и культуру народов друг друга. Допустим, у меня друг есть, Айн Глубаев, он чеченец, он говорил, что он вообще ничего не знал ни про других, ни про нас, допустим, бурят, и начал узнавать, когда познакомился с нами. То же самое я, допустим, про чеченца вообще ничего не знала и почему так, почему мы не знаем ничего друг про друга про Саха, про юкагиров, про чулымцев. Это должно быть, конечно, всё в школьной программе и транслироваться вообще в медиапространстве в Америке, в США, это на государственном уровне запрещается любая дискриминация и может там выиграть суд спокойно, добиться чего-то справедливости. Ну и, во-вторых, это как бы общество тоже борется с этим, то есть кенселинг тот же самый происходит, если ты что-то неосторожное скажешь в России, такого ничего нет вообще, поэтому нам ещё расти, расти. К сожалению, нет вот этой культуры какого-то просвещения, как в Европе, каких-то социальных реклам, где как-то все равны, какое-то проявление толерантности, ну, этого здесь нет, к сожалению. Мне кажется, именно сейчас медиа и СМИ это единственные такие, ну и вообще во все времена были, которые могли как-то донести до человека, что хорошо, а что плохо. Тем более сейчас, во время, сейчас, наверное, даже больше интернет, вот, поэтому, мне кажется, надо больше как-то углубляться и рассказывать тем же подросткам или как-то может блокировать негативные сообщения, вот даже, ну, я знаю, там ВКонтакте есть эта функция пожаловаться и там разные пункты, но я вот это делала и как-то почему-то не блокировали, потому что мне после того случая ВКонтакте очень много агрессивных людей писали, ну, понятное дело, что вали к себе, то, что я либералка, писали всякие такие гадости, вот, и я считаю, что таких просто надо сразу блокировать, чтобы у них не было доступа к соцсетям. Социальные сети действительно актуальны. Это работает, это лучше, чем большинство офисных компаний, где придется подождать еще два месяца, прежде чем они расскажут твою историю. И я думаю, что социальные сети действительно влияют на жизнь таких людей, как мы, у кого нет правильных каналов и выходов на площадки, потому что я не могу просто пойти в полицию. Слушать меня не будут. Но если вы сможете рассказать о ситуации, очень много людей смогут увидеть разные ракурсы этой жизни и вещей, которые вас касаются. И я был очень счастлив, что у меня хватило смелости. На самом деле, это был мой первый раз, когда я вел блог о себе, потому что я не из тех, кто привык это делать. Я просто делился своей жизнью, как я выступал или снимал какое-нибудь видео. Но я подумал, позвольте мне рассказать о себе. И мне кажется, люди меня услышали. Что нужно сделать с точки зрения устройства? Государство под названием Россия, чтобы всем в этом государстве жилось хорошо, чтобы это государство не велось, как динчалый, безумный, агрессор-консерватор с битой, который лезет показывать Кузькину мать и всему миру. Я считаю, что если Российская Федерация называется Федерацией, то она должна быть Федерацией, а не с реальной Федерацией, с автономией. Регионов, которые у нас есть в России, а не то, что у нас есть сейчас. То есть у нас вся власть сосредоточена в руках Кремля, никакой власти нет у регионов, прости меня, мы даже не имеем права выбирать собственных глав регионов, о чем мы вообще можем говорить. Нам говорят о том, что нам дали культурную автономию и так далее, но дело в том, что культурная автономия сводится ровно к тому, что мы можем заниматься едой национальной и национальными танцами. Но мы не можем даже заниматься своим языком, потому что у нас даже изучение языка по сути под запретом. То есть кардинально нужно менять устройство страны. То есть мы называемся федерацией, будьте добры, будьте федерацией. И распределение ресурсов, оно тоже должно быть другим. То есть я не экономист, я не смогу объяснить, как это все работает, но элементарно видя то, что происходит в регионах в богатых всякими ископаемыми типа республики Саха, я понимаю, что и видя, как там люди живут, я понимаю, что что-то там точно неправильно. Деньги, которые мы получаем с ресурсов из республики Саха уходят в Москву, потом там бюджет перераспределяется, контроля никакого за этими деньгами нет, но при этом богатые регионы забираем все у богатых ископаемыми, я имею в виду регионов, но при этом они живут бедно. В этой системе точно что-то не так, и это вот именно в плане экономическом это менять нужно. Прежде всего, что нужно помнить, если вы столкнулись с бытовым расизмом или стали свидетелем случая, связанного с бытовым расизмом, не молчите или оказывайте помощь. Говорите об этом, выкладывайте истории, используйте хэштег бытовой расизм или остановим бытовой расизм. На самом деле, это очень важно, потому что, как сказал Тикей, и вы видели его интервью, главное, использовать социальные медиа, в том числе для того, чтобы многие-многие люди поняли, что они не одни. У нас нет больших медиа, федеральных медиа, которые бы признали, что нашей собственной стране нужна динамистификация, и которые бы стали говорить про такие случаи открыто, и которые бы реально влияли на изменение ситуации. Ощущение, что нашей системе очень выгодно, чтобы бытовой расизм плодился, размножался, развивался и касался всех. Но нам с вами это абсолютно невыгодно, поэтому давайте друг друга поддерживать, и я призываю вас поучаствовать в распространении информации о том, насколько колоссальной проблемой в России является бытовой расизм. И если меня смотрят те люди, у которых огромная аудитория, говорите об этом тоже, потому что вы можете повлиять на благополучие и на безопасность тех людей, которые проживают на территории нашей страны. А также я уверена, что как только эта проблема, бытовой расизм, станет активно озвучиваться, у многих возникнет вопрос, а чего пошли в другую-то страну заниматься динамистификацией, когда динамистификация нужна нашей собственной стране под названием Россия. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, это очень поможет продвигать важные и серьезные темы. Мои все команды заинтересованы в том, чтобы видео, которые вы можете посмотреть на моем канале, были очень широко распространены, поскольку все эти видео о наболевших, сложных, серьезных проблемах, но самое главное, я верю, что эти проблемы могут решить, или точнее можем решить только мы с вами вместе.